Добрый день, дорогие инженеры! Я тут слегка помялся, кое-что праздновал, но в этот раз мне подарили отличнейший альманах. Зачитываюсь. Поехали! Распечатанные кроссовки Nokia с так себе изюминкой и поминки под водой. С вами TechNews, здравствуйте! Nokia наконец-то выпустила свои смартфоны на андроиде XL, X+, и X. Видит бог, если бы мы не написали это на экране, получилась бы какая-то сексуальная каша. Помимо контракта оси с дьяволом и службами ЖКХ, у смартфона есть и другие особенности. Как сообщает Финн, этот смартфон создан для развивающихся стран. 25 марта начались продажи в Китае, а в конце марта начнутся в России. Часовые пояса, ну вы сами понимаете. Китайцы даже по предварительному заказу за 4 дня потратили миллионы юаней на Nokia XL, ведь правительство всегда заботилось о демографической обстановке в стране. Лучше бы потратили все эти деньги на шоколадных африканских детей для голодающих мишек. Фу ты блин. Шоколадных мишек для африканских голодающих детей. Хотя и так пойдет. И все потому, что смартфон, ну, очень бюджетный. Он находится на самом дне бивалютной корзины. Если захотите купить его в России, ваша семья не доест на 5000 рублей. И при всей моей ненависти к операционной системе, которую нельзя заряжать, смартфон вполне стоит своих денег. Но он на андроиде. Старшая модель чуть лучше младших, а младшие располагают 4-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 800 на 482 точей. 512 мегабайт оперативно, 4 гигабайта заполнить за 60 секунд постоянной памяти. Трехмегапиксельные камеры без вспышки, батареи 1500 мАч и двухъядерным чипом Snapdragon 200. Привет, Дайенерис, с частотой 1 ГГц. Ядрышки у него старенькие, рахитные, выпущены в 2012 году. И, игры в пассиан, смартфон тянет только за счет маленького экрана. И я... ДА НАДОЕЛ ЭТА БАБКА УЖЕ! ДА ЧТО ЗА ХРЕНЬ! ПОЙДИ УЖЕ ВЫПИЯДУ! ДА ЧТО ЗА ХРЕНЬ! ДАВНО! Я! Хух, отличие. Хотел сказать. Фу ты, блин, уже забыл, что хотел сказать с этой бабкой. Как говорят сами производители, не и дальше планируют использовать эту ОС, но только для бюджетных телефонов. В принципе, решение верное, отбирать деньги у бедных, а потом оббирать их еще раз через электросчетчик. Как Робин Гуденберг. Забавно, что Nokia X и X Plus отличаются только оперативной памятью, зато все модели идут сразу в шести цветах. И это здорово, да? Блин, бесит, когда какой-нибудь человек поставить предложение и спрашивает, да, да, вопрос или издевка, да. Мандариновый или красный, желтый, черный, белый, зеленый и голубой. Вот такие вот у Nokia цвета. Явно минусами является дисплей. В любом обзоре люди визжат, что его неприятно трогать, остаются отпечатки и приятнее трогать мокрое стекло. Но всегда есть спасительная клейкая пленка или чехольчик, который в огромном количестве, около нуля штук, заполнят магазины. В общем, всем покупать! Алло! Прекратишь здесь про Android. Ты кто такой вообще? Алло, ты кто? Да ты, мам. Обидно. Телефон мужика сел. Не успел Ди Каприо не получить свой Оскар, как компания Recreus распечатала на 3D принтере кроссовки SnakerBot. Свежие кроссовки гнутся от пятки до носка и печатаются в 18 часов. И все из материала Filoflex, гибкой, но очень прочной на разрыв, не зубной нити. Все желающие могут скачать файл с кроссовком и распечатать его на своем принтере в подарок маме или помойке. К сегодняшним суткам компания Recreus помимо кроссовок уже распечатала игрушку и чехол для Самсунга. Так что компания вполне окей, все делает из Filoflex. Но кроссовки отличный прецедент, ведь уже распечатали в этом мире почти все, как в 98 году. Одежду, оружие, ухо, гитару, велосипед и, будь оно неладно, бикини. В итоге все ведет к какому-то невероятному образу жизни. Жень, как тебе мое нижнее белье? То, которое у нас в принтере заживало? Отлично. Еще бы, если бы ты его на моей диссертации не печатал, было вообще идеально. Такими темпами скоро будем печатать все. Колбасу, детей, жену, треники, автомобили, телефоны с андроидом, чеки для оплаты электричества. Знай только, заправляй картридж с тонером и не ешь после 6 киловатт в час. Но если внимательно глянут на кроссовки дизайнерским оком, то становится ясно, что их единственный плюс это отличный принтер. Но 3D-печать это не всегда убого и некрасиво. Например, ухо распечатано на одном из принтеров в Корнельском университете вполне себе съедобное. А новозеландец Иван Сентч собрал Астон Мартин из распечатанных на 3D-принтере частей, и пока что выглядит это все лучше, чем ее мобиль. Лучше, чем ничего. И, наконец-то, можно будет удобно передавать друг другу нужные товары в обход почты. Господь не имеет жалости России. Можно будет просто сказать другу, да я Атксирю, погоди буквально 20 минут, 3 часа 5 секунд. Вообще перспективы 3D-печать огромные. В Сибири распечатанными одеялами можно согреться. Оно после принтера такое тепленькое. Главное, не заживало бы. Ну а распечатанными валенками можно колоть дрова. Через 2 дня после моего дня рождения вышла, наверное, самая важная игра в этом году. Если только Rockstar ничего не выпустят. BioShock Infinite Buriality Episode 2. Вот такая вот фонетическая колбаса. Впервые в истории всех биосистем-шоков нам дают в руки бабу. Точнее, дают влезть в шкуру женщины. Да что ж, никак не получается объяснить. В общем, главный герой игры Элизабет, та самая девочка, которую мы спасали в BioShock Infinite. Полностью продолжая историю первого дополнения, игра стартует сразу после спойлера и помещает красавицу-героиню в подводную тюрьму. Один на один с кучей отвязных мужиков. Ну уж лучше так, чем на технический факультет. Там надо быть настоящей Рэмбо. Всю механику биошоков переделали полностью, сделав из шутера Stealth Action, где надо обтирать углы, играть в прятки на выживание и ломать чужие замки. Для этого арсенал удлинили арбалетом с транквилизатором, газовой стрелой и стрелой, издающий громкий звук при попадании. При попадании в колено издается чуть более громкий звук. С матерком. Ну а настоящие любители горелых булок могут попробовать пожарить свои, в режиме 1998 года, в котором нельзя никого убивать. А в русской версии этот режим называется в честь главных человеческих органов, зад и рот. Ну а режим 1998 года, потому что в 1998 году вышел первый вор, но это и все и так знают. Но на геймплей, или по-русски геймплей, всем любителям игр данной серии немного не перпендикулярно. Ведь самое главное в играх, которые сделал бородатый Кен Левин, это сюжет. В Систем Шоке 2, Биошоке, Биошоке Инфинит были разрывающие ваши сфинктеры сюжетные повороты, которые заставляли вас еще долго потом чесать вашу окровавленную репу. И если вы спросите Кена Левина, что он хочет на завтрак, он ответит, яичницу глазунью. А потом окажется, что убийца садовник. И пока вы пытаетесь додумать, что вообще здесь произошло, вы чувствуете, как у вас растекается кровеносный сосуд в мозге. А потом окажется, что вы яичница. И на самом деле, растеклось ваше яичко. И тут все то же самое, эпичнейший овер всех историй всех Биошоков, и за прохождение игры вам дают ачивку, оплачено в полном объеме, что намекает на... Вот так вот мило я выжимаю у фанатов слезы из глазных яблок, да и из обычных тоже. Все просто, компания Irrational Games, создавшая кучу шедевров, закрылась сразу после выхода погребенных в море. А ее основатель, тот самый, который любит поворачивать, создает свежую команду из 16 человек, чтобы делать маленькие игры с обалденным сюжетом. И так и похоронили под водой маленьких сестричек и больших папочек искусственно-интеллектуальную бабу Шодан, которая душит людей дихлофосом, еврейский корабль Рикенбакер, летающий подводный город, Элизабет Букера с его солями и все высочайшие оценки на метакритике. В итоге бренд Bioshock переходит в компанию 2K, а System Shock уже 100 лет лежит в ангаре Electronic Arts. Но вместо того, чтобы делать умные игры, они такие на своих таблетках, типа, ааа, какой сегодня год, 2014, оп-оп-оп-оп, 2014, готово, выключаем, деньги засовывать в карман, новые фотографии Месси прикладываем. Оп, а, а, кидара. В общем, надо всем помянуть Irrational, выпить стопку, не чокаясь, и купить Infinite Season Pass для него. Все обойдется в 1100 рублей для ПК. Ну, еще можно купить для PS3 и Xbox за привычные астрономические деньги. В общем, всплакнем, вспомним, что жизнь продолжается, что мужик выбирает, а раб подчиняется, и дружно смахнем сопли большим мужским платком. А, тут уже и сопли кончились. Ну ладно, давайте хотя бы всплакнем, сейчас. Сейчас. Что ж такое? Ну что ж, напишите в комментариях какой-нибудь смешной стишок или хокку со словами «распечатать» и «баба». Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, вступить в группу и заказать у нас рекламу в конце-то концов. И заходите ко мне в Инстаграм, там я выкладываю неудачные дубли. Не забудьте заполнить страницу для заметок. С вами был Евгений Зеленов, пока. Субтитры сделал DimaTorzok